Новости российских регионов Следователи прошли дорогами детей и узнали, насколько опасны их маршруты Борьба с подделками в российских аптеках Все препараты в стране промаркируют специальным знаком Теперь покупатели смогут проверить лекарства на подлинность через приложение Легенда мирового бокса Рой Джонс Младший ищет в Иркутске и Красноярске талантливых спортсменов Сравним цены, насколько дорога потребительская корзина на юге России Расскажут наши партнеры Севастопольского телевидения Начнем с происшествия в Красноярском крае Там в шахте рудника Таймырский в Норильске погибли трое горняков Трагедия произошла на глубине около 1300 метров Позднее власти опубликовали имена погибших Это заместитель главного механика Сергей Куликов Старший специалист проектного офиса Кирилл Кириллов И горный мастер Евгений Квасов В главном следственном управлении по краю уже завели уголовное дело по этому факту Причем от чего именно умерли горняки не могут сказать пока даже следователи По предварительной версии следствия вчера поздно вечером на руднике Таймырске Двое сотрудников отправились в горную выработку для проверки состояния текущего объекта Когда через несколько часов мужчины не поднялись на поверхность К ним отправили горного мастера Когда уже три человека не вернулись Туда отправилась поисковая группа Которая обнаружила тела троих мужчин В возрасте от 40 до 49 лет Без признаков насильственной смерти По предварительной версии следствия причиной их отравления могло стать неустановленное вещество Внутреннюю проверку проводит и компания Норникель Именно им принадлежит рудник В руководстве предприятия пояснили, что шахта, где нашли тела, давно заброшена Горняки могли умереть от удушья Специалисты установили, что никаких газов в шахте не было Компания выражает соболезнования семьям погибших Она возьмет расходы по захоронению тел горняков на себя Кроме того, родственники получат компенсацию до 2 миллионов рублей И материальную помощь А теперь к теме, над которой стоит задуматься каждому родителю После трагедии с Лизой Киселевой, которая потрясла всю страну Власти задумались над проблемой небезопасного пути 50 опасных маршрутов, столько неблагополучных подходов к школам Сотрудники прокуратуры нашли в Ленинском районе Саратова Дорога к некоторым учебным заведениям лежит мимо гаражных кооперативов Заброшенных строек и теплотрасс Надзорное ведомство уже вынесло представление главе города Журналисты телеканала «Саратов-24» знают, где школьникам ходить не стоит Лиза показала им путь После убийства школьницы в гаражах в Саратове ищут опасные маршруты Прокуратура Ленинского района в ходе проверки обнаружила 50 таких мест возле школ и детских садов Вот одно из них в поселке Солнечный, в конце улицы у Фимцево, прямо за парком, камыши и гаражный кооператив Наталья неподалеку выгуливает собаку и говорит, этой тропой лучше не ходить В основном там собачники ходят, кто не хочет соприкасаться с другими людьми Рядом гаражи и, насколько я знаю, там еще прием металлолома, буквально, вот в одних из первых гаражей Я даже не знаю, ну, надо ли это, поскольку разные люди ходят Гаражные кооперативы теперь в центре внимания В Ленинском районе надзорные органы выявили около четырех сотен незаконно установленных гаражей По правилам все автомобильные боксы должны быть под охраной Необходимо по каждому гаражному кооперативу ограждение Система видеонаблюдения, необходимы проездные и проходные пункты, а также охрана Все это будет способствовать тому, чтобы все граждане были, скажем так, под видеонаблюдением Их дорога идет мимо частного сектора и теплотрассы Освещение есть не на всем пути Галина Качанова всегда встречает свою дочь из школы Говорит, рядом есть и запрошенные дома, поэтому ходить одной девочке опасно Ужасная дорога Я думаю, что во всем Саратове у нас ужасные дороги И детей вот по этой дороге, либо в ту сторону, в ту, конечно, мы не отпускаем В связи с последними событиями, Лиза? Чтобы пройтись в нашем городе опасными маршрутами, далеко ходить не надо Проспект строителей 54 Вот вам заброшенная стройка, вот с другой стороны бесхозный гараж Идеальное место для преступления А ведь, между прочим, рядом проходит дорога в школу Между стройкой и теплотрассой находится школа номер 103 И это не единственное образовательное учреждение, добираться к которому приходится опасными маршрутами По поводу подобных мест прокуратура уже вынесла представление главе города Хорошо, если реакция у властей будет такой же быстрой, как у этого нарушителя общественного порядка Которому приспичило у школы за стройкой Надежда Новикова, Олег Бирюков, Саратов 24 У красноярских чиновников прошли очередные обыски Начальника отдела недвижимости Ленинского района Виталия Иванова задержали за взятку Его взяли с поличным, когда он получал от предпринимателя 150 тысяч рублей Сообщает наш источник По его же словам, деньги Иванов вымогал у одного из предпринимателей Напомним, фамилия чиновника уже звучала в СМИ в августе прошлого года Тогда он и два сотрудника полиции угрожали мелким бизнесменам с носом, если те не снимут агитплакаты одной из политических партий Один такой визит попал на видео, а личность Иванова подтвердили в администрации Правда, тогда чиновник отделался дисциплинарным взысканием Не исключено, что он продолжил вымогать деньги с предпринимателей В пресс-службе администрации подтвердили, что в кабинете Иванова прошли следственные действия Отметим, что в этом месяце в Красноярске на взятки уже ловили чиновников В начале октября Ирину Тюрину, заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений задержали за взятку в 200 тысяч рублей Ну а в то время, пока в Красноярске борются с коррупцией, в Бурятии решают проблему фальсификатов в аптеках В скором времени все лекарства в России промаркируют специальным знаком Это делается для борьбы с подделками, а также для полного отслеживания передвижения препаратов Когда реализуют инициативу и отразится ли это на ценах, разбирался корреспондент наших партнеров телекомпании «Регус» Сергей Смоленинов Проводить контроль качества в каждой аптеке будут уже на фазе приемки Через такие специальные коды, которые называются «Дата-матрикс» и двухмерные сканеры За доли секунд из Федерального центра маркировки можно будет узнать, качественно это препарат или подделка Пока утвердительного решения не придет, препарат на полке не попадет Но главное, что проверять так придется каждую упаковку новых лекарств Это дополнительное время на приемки товаров И, конечно, должны будут дополнительные руки Трудности могут быть в том, что нужно какое-то определенное время для ответа этого информационного центра, что этот препарат легален Других минусов специалисты не видят Для перехода на новую систему необходимо закупить специальный сканер и программное обеспечение Затраты на это не превысят 15 тысяч, однако у большинства аптек все уже есть Коснется реформа всех медучреждений и частники, пока главное-головная боль чиновников А вот для людей нагрузки на кошелек быть не должно Дополнительные расходы связаны с установкой оборудования для нанесения кодов Но при этом государством регулируются цены на лекарственные препараты И поэтому на перечень, где цены регулируются государством, роста не произойдет С момента внедрения единой маркировки пресекли продажу некачественных препаратов на полмиллиарда рублей А этой весной выявили фальсификатов в российских аптеках не более 0,3% Всех, кто будет новую систему игнорировать, ждут штрафы до 100 тысяч рублей Контролировать это могут не только надзорные органы Для покупателей возможно проверить лекарственный препарат на предмет качества На предмет регистрации его, поддельный препарат или не поддельный препарат С помощью мобильного устройства, то есть с читанием путем с упаковки штрих-кода Местные чиновники уверяют, в Бурятии поддельных лекарств в аптеках не находили Теперь и тем более не должны Метод маркировки только начинает свою историю До 2024 года в правительстве планируют так следить за качеством свыше 20 категорий товаров Сергей Смолининов, Виктор Немаев, Валерий Чайдопов, телекомпания «Аригус» Большие возможности открылись для иркутских боксеров В Красноярск прилетела легенда профессионального бокса Рой Джонс Боец приехал искать молодые таланты Накануне звезду в аэропорту встречали чиновники, журналисты и поклонники Повидаться с кумиром приехали и юные боксеры В ближайшую пятницу в столице Красноярского края пройдет финал социального проекта «Путь к абсолютной победе» Он стартовал в сентябре и в Иркутской области В месяц молодые спортсмены снимали видеоролики, где показывали свои навыки, чтобы попасть в команду Джонса Победителей экс-чемпион мира определит лично Затем они будут тренироваться под его началом Они будущее, они завтрашние чемпионы Начиная сегодня с раннего возраста у них есть шанс стать лучшими Шанс приобрести необходимые навыки Широкий ассортимент, красивые витрины и особый ценовой подход Размер потребительской корзины в отдельных субъектах Российской Федерации утверждается на особых условиях При составлении перечня продуктов и товаров первой необходимости Учитываются особенности климата, культуры и традиций конкретного региона Тем интереснее сравнить, что входит в потребительскую корзину на юге страны Мы решили узнать, где и по какой цене можно купить необходимые продукты питания в Севастополе И должно ли хватить тех средств, которые предлагает нам государство Это один из рынков Севастополя Центральные продуктовые витрины пестрят яркими красками Овощи, фрукты, мясо и печенье Постоянные покупатели уверены, именно здесь можно выгодно купить все, что угодно Нужды у всех разные, как и перечень продуктов в официально утвержденной продуктовой потребительской корзине В каждом регионе свой список По Российской Федерации он составляет 11 тысяч, это показатель 185 рублей в месяц на душу населения Кроме этого, устанавливается в каждом регионе в отдельности прожиточный минимум И также в городе Севастополь Он выше, чем в последнем по России и составляет 11 538 рублей в месяц на душу населения В потребительскую корзину входят те продукты, которые необходимы человеку для реального выживания Это минимальный набор продуктов Например, возьмем вот эту вот курицу Тут есть самый минимальный показатель 153 рубля И самый максимальный 195 рублей Мы берем самый минимальный показатель курицы и просим продавца его взвесить Взвесите нам, пожалуйста, курицу за 153 рубля за килограмм За минимальный набор продуктов питания в потребительской корзине Севастопольцу придется потратить больше 11 тысяч рублей И это всего лишь за одного человека в месяц Теперь рассчитываем норму потребления курицы Эту массу мы делим на количество ежедневного потребления мясопродуктов, как сказано в потребительской корзине На 160 грамм В итоге получается 11 Вот этой курицы хватает на 11 дней Этот хлеб занимает важное, если не главное место в нашем рационе В день человек должен употреблять 360 граммов хлеба Это утвержденная цифра Вот такой булки человеку хватит на 2 дня Давайте посмотрим, какой у вас самый дорогой хлеб Из дорогих у меня есть деревенский хлеб 110 рублей Да, давайте посмотрим, как он выглядит Это уж целый каравай получается Да И вот получается такого каравая, как вы думаете, на сколько хватит его? На неделю, наверное На неделю, да? Это если будет питаться только один человек? Наверное, да Да? Хорошо, спасибо Вот такой каравай стоит 110 рублей И разница колоссальная Просто продуктов питания человеку для жизни мало Необходимы дополнительные микроэлементы и витамины Их, по мнению диетологов, в утвержденном списке очень мало В таблице не очень много мяса Причем про колбасу, сосиски вообще ни слова Они, как бы, я так понимаю, априори Предполагаются, что они входят в эту группу мяса Больше, чем в 2018 году овощей и фруктов Но все равно недостаточно для того, чтобы человек получил нужные 15 минералов и 12 витаминов Юлия Зеликова уверена, состав корзины необходимо пересмотреть и обязательно дополнить Впрочем, это должно произойти и совсем скоро, в 2021 году Потребительская корзина на основную группу населения рассчитывается один раз в 5 лет Средняя заработная плата по Севастополю почти 33 тысячи Это на 11% больше, чем в прошлом году А это значит, что минимального набора продуктов человека должно хватить Марина Купринка, Деливер Меджитов, Александр Тарасенко, Денис Прошин Севастопольское телевидение Это все новости российских регионов К этому часу смотрите программу «Середина земли по будням» в 18.50 Я Юлия Кожевникова, на этом с вами прощаюсь Оставайтесь на Аисте Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok